ага можно начинать здравствуйте еще раз друзья мы снимаем 5 или 6 фильм подряд вот снимаем его кстати ну-ка покажите что вы там собираете да ладно 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 но мы здесь а это и есть квинти то самое супер сорт мы здесь остановились она играет воли оператора так возле квинти яблоня речайший пока сорт можно у нас на сцену горш чуть не сказал родина слонов есть такое шутливое выражение уже чуть это россия родина слонов это не я придумал но мне многое считают таким же как этого создателя этого выражения создатель этого выражения я боюсь говорить прилипнет так вот тем не менее все это правда если бы на дереве не было бы плодов вот этих вот таких вот не было бы то тогда кто-то бы сказал когда двадцать лет назад и начал печататься вот жалуюсь говорили что я покупаю на рынке так и у черных даже официально в статьях было железо покупают у черных вот висящее покажите вот что одно вот тогда получается дону и на землю да я должен был их привязать да что они рядом вот ну теперь давайте раз это все оказывается настоящее теперь про дело мы находимся сад этот участок он называется селекционный здесь все подряд вот покажи персики прям за спиной в одном полутора метра персик персик вот слива вот это тот самый этот вот она груша меня этими вот грушами и смеяться будете вот это вот русский я не стал убирать взять почему когда-то их было тут 40 десяток продал остальные вырубил манджурский орех оказался ну кто время не модно так что и один оставил почему вот если посмотреть на эти яблоки и на это небольшое деревце месяц назад это деревце за яблок не было видно вы думаете это все сколько здесь гостей было это уникальная вещь когда яблок больше чем чистят правда это так бывает один год потом отдыхает и вот я специально оставил вот этот вот лет и это были не первый случай не совершенно не влияет на культурные деревья мне хочется размещать еще один мир пока я еще не готов после этого там роскошные яблоки с той стороны ореха с той стороны ореха вот заканчиваются а говорят на него что он вот груши 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 ущемляет груши вот они последнего нами а до ореха 20 сантиметров правильно короче я развею еще один из мифов но это я просто отвлекся главное то что я приезжаю на украину достаю этот самый кошелек с гривенами у меня все лучше а вот это было называть под названием квинти нет на украине назвали мне его там еще и вот таким то потом я нашел официальное название видимо квинти и квинта это скорее всего ну да перекликаются в одном месте квинти это колонки в другом месте это британская полумбия общем в общем канада и я оказался обладателем уникального сорта как я понимаю давайте еще раз мне очень хочется чтобы вы подняли они поспевшие да чтобы подняли попробовали я хочу посмотреть на ваше лицо во время дегустации во время дегустации уступает ли они импортную которая продают вот это давай она уже ударилась об ведро вот так уж полюбуемся и я хочу чтобы вы распробовали сказали если скажете что не вкусно и эти самые это тоже будет факт да нет я вам просто это припомниками и еще замечание делаю всем нет слов так вот а замечание делаю всем если взять последних 100 человек то у меня был в гостях когда они поднимают яблони груши они сюда они когда они вот единственное грязными руками протирают и думают что они это остались чище чисто это вот земли поднял если есть даже некоторое количество бактерий это бактерии это часть нашей образа жизни часть нашей всей вот этой вот атмосферы все природного ландшафта вот все это симбиоза а я тот откушу а то мы не осилим а ну мама с дочкой могут и одну нежная ароматная ну чё ну что вроде ли все довольны так ну что это теперь происхождение я сказал вроде бы канада нет нет я их уже сфотографировал вот они значит что здесь получается я не наступая я смотрю здесь получается так что по отношению ранее немножко агротехники никогда не отрезаю вот эти ветки в предыдущем фильме я рассказывал на этих ветках на которых нет и нами не будет ни одного яблока яблока их задача фотосинтез производства глюкозы для корней для мехариза о чем никто ничего не знает вот а когда я говорю об этом вот так делают мысленно так вот значит какие у меня перспективы пусть они у меня не так давно по отношению несколько лет вот сколько ему лет вот этому это уже второе поколение сейчас скажу вот смотрите один год два года три года четыре года исполнить соседей значит у нас через год будут такие же яблоки можете следующем году быть это самая я не помню как буду помню сколько яблоки села на третий год мороз стойкость хороша как казалось бы канада это как наша южная россия сам не смотря на то что географически они на севере а климата мягче и прочее так и как они в сибири не замерзли у нас было до 40 градусов в этом году более подвоем благодаря сибиркам сибирские подвои причем это важнейший момент я заметил в каждом фильме есть то чего не знает никто и самое страшное что не хочет знать вот и допустим я говорю так уже удалось как назвать методом проб приучить ее к сибирке ведь заметьте молодые деревья всего второе поколение а я привез ее 21 год назад а где вы спросите вот эти деревья а дело вот чем начинается работа я там еще в то время были в моей газете было написано следующее статья и я пишу это я шагу ножка разбавить ну да 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 скучный рассказ я пишу следующее черенки я провозил так прятал в купе у проводницы вот провозил контрабандой это запрещено украина это самостоятельно украина это не россия вот и я значит это признание статьи называю значит явка с повинной это явка с повинной привез слава богу смог провести а то что бы отобрали ну что и к случаю дальше начинается адаптация к сибиркам и вот они проходят два два три четыре и наконец устойчиво по отношению теперь с этого момента важный агрономический прием на уровне открытия сибирки мы берем тайге за 20-30 километров может быть от ближайшей населенной пункта 5 8 километров в этих пунктах давно уже забыли слова яблок каждое деревенское в магазине молоко из завода так нет правильно яблоки с той же канады с японии откуда угодно там в зеландии и австралии ходят вверх ногами согласны не ну что серьезно говорю они с той стороны земли они выходят вверх ногами но они выходят вверх ногами на не привозят нам яблоки за двадцать тысяч километров и мы их едим отравлены а здесь получается так в сибири растут сибирки называется ягодная яблони сибирская так правильно именно именно они такой глухомане растут что ни одна пчела из канады не долетит не только из канады из соседней деревни не долетит спрашивается каждый раз сначала ведь я же возьму вот эту ветку на прививку сергей возьмет чтобы продать саженец так я возьму отрежу и продам кому-то а он посадит на что-то и она опять мертвая не приживется как получилось я это называю прививка и так селекционное клонирование наоборот уже сибирку приучать бесполезно тогда она перестанет быть сибиркой потеряет часть морозостойкости догонять так значит этот путь исключен тогда сибирка там там да внизу там значит сюда где на сибирке если бы не передались она бы замерзла к чертой матери это юг а здесь север она не замерзла значит что получается здесь гены сибирки и когда я прививаю на сибирку биологическая совместимость обеспечена гарантированно и вот они это уже было 2 или 3 а вот 4 поколение ничего не помню вот в этом есть смысл чтобы культурное приучить к сибиркам не сибирки которая это почему мы предыдущий фильм снимали про антоновку так а антоновка считается один из лучших морозостойких по двое культурных почему из лучших она с культурная и биологическая совместимость выше на сибирка не сравнится это еще 10 градусов расцветности так ведь это минус 50 и я теперь беру эту веточку вы елена сцена возьмете эту веточку запомнили эту а вот она это он они самые лучшие хоть сдуру говорят что они не годятся в эти верхушные ну это сдуру это знаете как чему надо сказать я умный он говорит это это самое ты так туда ходи и помните ну да отсюда ты не ходи вот она выдумывает вон они лучшие ромен и опять-таки глухомань накопали сажутся вот туда сергей привозил до 1000 штук из тайги ну преувеличиваю ну 500 из них 490 густые заросли вон они попадаются один на 20 напережется виток скорее всего технически знаете трудно как ногами стоять и приводить на земле не за столом очень трудно голова не извините задницы поэтому иногда бои сбои а так получается ну почти 100 процентов долгических совместимых так ну что вы будете садоводом будете конечно я садовод поневоле 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 правильно все добираем бедра полные после этого теперь уже не открутитесь не открутишься все ну что на этом закончим последние слова это реально это не привязанная как меня это долго оскорбляли да вредка сивомерин знаете как читать не где-то так а читать статьи академия сверет как сивомерин два метра снегу знаете сколько у нас снега обычно это при морозах саргаза как-то было по колено и как-то было вот до сюда это за 30 лет вот и получается попробую укрыть давайте вот так круг проведем напоследок груша лада ну так груша уже вся опала поверите что дочерях благодаря вишне сибирской штабовой 50 градусов мороза удерживает у меня перестала замерзать знаменитая брянская розовая любуйтесь ну подумаешь в этом году ни одного плотика простите что она жива это уже счастье это уже счастье а годом раньше мы плотики пробовали да были а вот именно теперь вторая задача она испорчена этими эффектами как 1 и 2 опять теперь надо снова возвращать не толкнуть возвернем попробуй скажи нет для этого увольняем и приглашаю тем более я думаю что все лучшее качество от ее достану водолюбие и все что полагается так ну что сейчас мы на выключим это и пойдем полно ведра пока не соберем я вас не отпущу все до свидания друзья покажись себя что оператор оператор такой-то вот она это человек который меня заменит дай мне бог много лет жизни но все-таки когда-то она будет ведущей во все россии я в этом уверен это нельзя